Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас поэтическая программа. И сразу два гости у нас будут сегодня присутствовать. Конечно же, будут звучать стихи, будет поэтический сборник, ну и будет какая-то соответствующая атмосфера. Я рад представить вам нашего постоянного гостя Андрея Бабина, председателя Клуба городских поэтов «Старый кот», члена Российского союза писателей, члена экспертного совета фонда Оксаны Федоровой по поэзии. И еще одна новость добавления, то есть это уже не титр, это уже целое кино можно снимать, да? Андрей стал начальником новоорганизованного отдела по организации концертных программ Московской областной организации «Союза писателей России». Рады вас приветствовать. А также сегодня здесь у нас в студии, ну раз есть человек, который занимается концертной деятельностью, должен быть тот человек, который отвечает за все. Поэтому мы рады приветствовать председателя Московской областной организации «Союза писателей России», который находится здесь, Сергей Сергеевич Антипов. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай, здравствуйте, дорогие телезрители. Очень рад всех видеть. Поздравляю Андрея. Еще раз назначили. Мы заключили контракт прямо в прямом эфире, что называется. У нас, знаете, у нас, да, такая организация, я могу бы несколько слов рассказать, да, о том, кто мы и что мы, да, потому что «Союз писателей России» знают все. И много лет. И много лет. Это бренд. Это бренд еще советских лет. «Союз писателей России» является правоприемником «Союза писателей РСФСР». Вот. А после распада... А РСФСР был частью «Союза писателей СССР». Да, да. То есть «СССР», сейчас там другой правоприемник, кстати, Международное сообщество писательских союзов. Вот. Но там большие проблемы. А «Союз писателей России» остался до сих пор брендом таким, да. И он состоит из региональных отделений или организаций. Вот в Московской области есть одно из 91 отделения по всей России «Союза писателей России». Московская областная организация «Союза писателей России». Председатель Катуры. Которую я сегодня присутствует в студии. Которую я возглавляю с конца прошлого года. Значит, будете отвечать сегодня за всех писателей Московской области. Именно так, потому что я очень рад, что в Люберце наконец-то приехал, да, потому что объездил всю Московскую область. От Шатуры, Коломна, Воскресенск, Ступино, Видное, Сергеев, Посад, Мытищи, где наша организация, кстати, находится территориально. Вот, то есть вся область объезжена, в Люберцах есть отделение, но вот, собственно говоря, небольшое оно. Узнал, что есть Андрей, узнал, что он прекрасный конферансье, активный деятель и прекрасный поэт. Мы встретились, и вот случилось такое вот событие, что мы решили организовать отдел, потому что, конечно, в организации нужна деятельность более яркая, более... Сейчас время такое, когда писатели снова должны выйти на переднюю линию, потому что действительно правильно наш вождь всех времен и народов говорил, что писатели – это инженеры человеческих душ. А сейчас время такое, как никогда нужно выправлять сознание людей, выправлять просто... Ну, это вообще дело литературы, любое время. Это дело искусства. Хорошо, мы к этому сейчас вернемся, просто у нас есть традиция, мы не можем ее не воплотить. Андрей нас читает стихи, я надеюсь, вы тоже нам почитаете сегодня стихи. Я уговорил уже Сергея Сергеевича, все, он мне обещал. Поэтому нам надо и стихи успеть почитать, и поговорить успеть. Поэтому мы начинаем с Андрея, традиционное стихотворение про что будет? Про любовь вообще. Про любовь свежайшая. Андрей Бабин, поехали. Дорогие прекрасные феи, я вас сильно люблю и очень уважаю вообще на руках носить вас всех. Стих вам про любовь. Я птицей, а ее окно. Разбив до крови грудь и душу всю воду, превратив в вино, я разгоняюсь. Я не струшу. Стекло, граница от и до, прочнее стали и бетона. Попыток было ровно сто, ведь нету для любви закона. Судья и сам себе палач, и приговор с улыбкой читан. Под воронья хрипящий плач сто первый раз мой не засчитан. Хранитель ангел просто ждет, уже не просит и не держит. И я ползу опять на взлет, хоть боль в груди горит и режет. Осколки в перьях и в крови. Ты обернись, я не пугаю. Мой вдох последний для любви. Ведь только так уходят к краю. Вот такое начало, да, начало традиционное. Ну, давайте вернемся, так как сегодня вас двое. И понятно, что мы начали говорить о писательском деле. Вот, кстати, сегодня что популярнее? Стихи, проза, я не знаю, поэзия, проза, или, может быть, какая-то филитонная, памфлетная, журналистика, может быть, драматургия, либо сценарная. Вы знаете, я скажу, вот как издатель еще, я еще представляю и базовое издательство нашей, Московской областной писательской организации, Серебро слов, который издает из журнала, о котором тоже расскажу. Вот как издатель могу сказать, поэзию не покупают люди. То есть в книгах поэзия практически не идет. Но слушают. Но слушают с удовольствием на всевозможных мероприятиях. Тем более, если человек хорошо читает стихи, да, это приятно. Если еще это все обыграть, сделать музыкальное сопровождение, так тоже делают. Вот, это сделать как концерт, собственно говоря, к чему мы вот с Андреем-то и пришли к такому консенсу. В основном, конечно, сейчас востребованы другие жанры. Это детективы, как ни странно, фэнтези, очень востребована. Просто фантастика. Да, фантастика, да, фэнтези, какой-то мистический сюрреализм. Потом, ну и детская, конечно, литература для детей всегда востребована. Для детей мы много пишем. У нас недавно состоялся конкурс имени Агни Барто и среди писателей Московской области. И мы выяснили, что у нас порядка 150 классных писателей для детей. Вот, как ни странно, провели награждение. Даже вот в следующем номере журнала опубликуем лучше. Ну, сейчас мы поговорим о журнале поэтия, но я хотел бы прежде... Андрей, вот у вас теперь эта новая должность, значит, я так понимаю, это связано с тем, что вы не только поэт, но вы еще человек, который как бы организатор, да, который может не только себя представить, себя организовать, да, но и других. И это, наверное, тот вариант, когда речь идет не только... Вот человек же может написать любое произведение, стихотворение, прозу, написать и в стол положить, да. Да, да. Или ходить там, стучаться во все редакции, говорят, возьмите у меня и так далее. Вот. Причем некоторые люди, для них это жизненно важно, чтобы, может быть, и получать какие-то средства на это. Но, наверное, вот и появляются такие люди, да, которые пытаются это все организовать. Я к чему веду? Вот чем будет заниматься сейчас ваш этот новый, скажем, отдел, да, и это вот то, что вы делали в Люберцах, вы теперь будете делать... Так точно. Везде. Везде, в этой части галактики. Ну, расскажите, как это будет работать. Ну, образно говоря, есть подходящие площадки. Они подходят, например, под презентацией. Кстати, кстати, Сергей Сергеевич тоже, его 50-летие будет отмечаться у нас в Люберцах, у Евгения Силкина на шоссейной 8 с чаепитием, с концертом под него. Все самое лучшее. Мы не забегаем вперед, это осенью. Это осенью будет. Друзья, приходите. Надо приготовить. Надо готовить. Программа идет, программа подготовки. Небольшой анонс. В общем, есть площадка, но она не подходит под концерты. Она подходит, например, под поэтическое выступление. Нет звука, нет цвета, нету ничего. Какая-то камерная такая. Камерная. И неподходящая, опять же. Почему? Потому что таких подавляющее большинство, я думаю, что 99%, может, даже больше, с кусочками там. Получается, она подходит под один формат, но не зрелищный формат. Она подходит, но не подходит под другие. Что получается? Маленькая, уникально маленький процент площадок, которые подходят, их надо выбирать и организовать именно яркое выступление с вокалом, с авторским вокалом. То есть все... Делать такой проект по-настоящему, по-большому, что называется. Почему вокал должен быть авторский? Почти весь он должен быть именно такой, что литератор написал крутой текст. Клубный литератор, который принадлежит именно к организации нашей. И получается, что под него можно сделать крутую мелодию. Потом эта крутая мелодия превращается с помощью определенных таких моментов, как у Анны Чернецкой. Кстати, у Анны Чернецкой это работает как система. Превращается... Она главный сценарист Жуковского, вот Сергей Сергеевич узнает, главный сценарист, главный режиссер. И она крутой еще... Ну, и она певица, актриса, но она крутой еще, наверное, все-таки уникальный композитор, который может это сделать. То есть есть люди, которые могут создать вот этот волшебный синтез. Авторский текст, авторская музыка и под какого-то вокалиста, который сразу уже тоже присутствует. Что получается? Уникальный контент, такого нет нигде. Когда можно сделать это все? И выбирается площадка. То есть со сценой, со светом, со звуком. Тот же Центральный дом литератора, ну он не очень подходит для концертов. Ну, правда, ну, надо признать. Но есть площадки, которые идеально под это подходят. Под них организуются. И потом это, в общем-то, можно делать по всей области, верно? Ну, собственно, да. Мы для этого-то и с Андреем встретились, поговорили. Он рассказал вот эту концепцию. Мне она понравилась, потому что действительно у нас много проходит мероприятий, презентаций, авторских, творческих вечеров писателей. Действительно, и концерты мы там делаем. То есть у нас есть замечательные, среди наших членов организации, есть, например, Виктор Пелениагра, автор «Как упоительный в России вечера». Он приходит к нам на концерт и на нашей презентации поет свои песни. Но не хватает вот какого-то, как это сейчас принято говорить, драйва. То есть у нас люди в основном, конечно, возрастные писатели. Хотя молодежь мы сейчас привлекли. Ну, кстати, это и есть один из способов привлечения. Да, это как раз способ такого миксования, перемешивания, чтобы мы привлекли много молодежи. У нас сейчас есть совет молодых литераторов Московской областной писательской организации. Молодежь хочет как раз больше вот таких выступлений, где будет музыка, где будет я. Ну, Ваня громкий. Наши ветераны немножко другое видят это. Им нравится больше такое камерное чтение, вдумчивое и так далее. А какой-то синтез мы решили сделать, попробовать, как это будет. Потому что действительно, да, в Жуковском действительно тоже у нас крупнейшее литобъединение. Крылья старейшие, 47 лет ему уже, если я правильно, 47 лет. То есть хорошее литобъединение. Каждый в своем городке, они прекрасны. Их все знают. Да, и они всех знают. Это если все соединить по области. Да, наша-то задача не только по области. Да, мы сейчас по области должны соединить. Но, в принципе, если мы нашли вот таких реально крутых поэтов или крутых писателей, да, которые, прозаиков, которые действительно достойны, чтобы о них знала не только область, но и вся Россия. Почему нет? Мы готовы ради этого проводить вот такие мероприятия, которые засветятся. Ну, и, кстати, потом в конце года можно сделать какой-то полный... Галоконцерт. Галоконцерт, да. Да, разумеется. Ну, вот поговорим, да, мы посмотрим, потому что мне хочется увидеть, как это будет. Хорошо. Как это будет. И я очень большие надежды возлагаю на Андрея. Надеюсь, он не подведет. Да, точно не подведет. Он будет стараться. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас не зря здесь находятся два сборника, которые очень просто называются, и понятно, поэзия. Просто поэзия. Вот, я думаю, что мы попросим, так как Андрей сегодня не один пришел, то в начале второй части мы попросим Сергея Сергеевича, чтобы он тоже открыл вторую часть стихотворением, если вы будете не против. Да, конечно. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в студию «Открытого диалога». Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Андрей Бабин, представитель клуба городских поэтов «Старый кот». Много всевозможных титров, которые мы перечисляли в первой программе, но сегодня, наверное, самое главное – это начальник вновь организованного отдела по организации концертных программ Московской областной организации «Союза писателей России», к коей членом он состоит. Ну и очень приятно, что к нам наконец-то добрался главный человек в этой организации, председатель Московской областной организации «Союза писателей России» Сергей Сергеевич Антипов, который начинает вторую часть, как мы договаривались, со стихотворения. Прошу вас, о чем будет стихотворение? Спасибо. Вы знаете, стихотворения, они сейчас разные пишутся, и время, мы все знаем, в какое время мы живем. Я вообще по первому образованию физик. Я тоже. Вот, извините, как Николай, очень приятно, мы с вами, получается, коллеги. Вот, и я очень люблю оценивать эту реальность, смотреть, как, что, откуда получилось, и почему все так, и как нам… С научной точки зрения. С научной, практической, философской и так далее, точек зрения, и поэтической в том числе. И я для себя, вы знаете, вот время тяжелое, мы же все знаем, да, и кажется, что иногда, что мир рушится, что все плохо. Вот, я вывел несколько лет назад, я уже примерно понимал, что, чего нас ждет, да, поэты, вообще мы видим, что будет. Вот, я вывел формулу, как ко всему можно относиться. Давайте. Вот, и я сейчас эту формулу в стихах вам и вам, дорогие слушатели, телезрители, прочитаю. Стихотворение называется «Все во благо». Не грусти, ангел мой, все во благо. Эта формула очень проста. Может, с нею любой бедолага, Если верит прожить лет до ста. И не просто прожить, как попало, А достойно свой выбор верша. Все во благо, ни много, ни мало. Так взрастает живая душа. Знаю, трудно, но выстоять надо. Сам могу между делом взгрустнуть. Но лишь только скажу, все во благо. Возвращаюсь на избранный путь. Вот вы знаете, я это стихотворение себе читаю сам, когда вот плохо. И когда слушают меня кто-то, я выступаю. А мы ездим по разным местам, между прочим. Мы ездили, на этой неделе ездили к деткам в спецприемник. Центр правонарушений, малолетних правонарушителей. Ездили в СИЗО. Я ездил в Можайскую колонию женскую, тоже в Московскую область. Везде люди хотят, они попадают в тяжелейшие ситуации, жизненные. И я всегда всем говорю, не волнуйтесь. Раз вы живы, раз вы здесь, и раз мы здесь, мы писатели, к вам приехали в гости. Наша встреча не случайна. Я читаю обязательно вот это стихотворение. Потому что оно действительно, как мне кажется, способно вдохнуть надежду человека. Которого даже может быть все-все плохо. Может быть, все-все плохо, но на самом деле, вот знаете, как я считаю, если ты падал и достиг дна, это уже хорошо. Ты знаешь, от чего оттолкнуться, чтобы пойти наверх. То есть нужно понимать хотя бы, где оно, это дно. Это очень важно. Ну и вот тут, я думаю, мы должны поговорить о сборнике, потому что, в общем-то, наверное, задача поэзии, потому что по второму образованию я актер-режиссер, поэтому мы с материалом разным работали. Поэзия и сегодня, и всегда она была востребована, ну не просто же так люди рифмуют строчки, и разные есть способы рифмования, но и, конечно же, темы, которые поднимаются. Я вижу, что сборник поэзии здесь находится у нас в студии. Давайте я покажу про они. Да, возьмите. У нас два номера, я взял с собой. Это не сборник, это журнал. Журнал. Рассказывайте. Журнал имеет район. Значит, журнал «Поэзия», который учрежден Московской областной писательской организацией, учрежден аж в далеком 1999 году, еще в прошлом веке у нас такой журнал родился. Вот, его учреждение, видите, у него дизайн строгий, он такой вот получается у нас черно-белый, ничего лишнего. Поэзия на самом деле высшая форма литературного творчества. И порой, вы знаете, достаточно просто строки, которые энергичны, которые правильны, которые содержат в себе глубину, которые содержат в себе многоуровневость. Их не надо порой ничем украшать, дополнительно навешивать вот эти рюшечки или там какие-то сопли в сахаре. Они сами за себя говорят. Как я называю, да. Они сами за себя должны говорить, потому что поэзия действительно – это высшая форма литературного творчества. Можно сказать с прозой все тоже. Можно эту же мысль зарифмовать. Это не будет поэзией. Поэзия – она действительно явление. Сам, когда мы, значит, мы все верующие, наверное, люди, да, знаете, Господь Бог был первым поэтом. И даже в греческом переводе символы веры, когда вот мы читаем в церкви, на службе верою во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, вот слово Творца, там, поэта, неба и земли, в греческом оригинале это очень важно. Я когда это узнал, я сам когда-то еще и в Богословском институте имел участие учиться, вот меня это поразило до глубины души. Библия ведь тоже написана стихами. Вы знаете, да, глава 1, стих 1. Кстати, такие произведения, как Инаида, все первые, вот эти, они же вообще модно было, если можно так сказать, традиция была, да, писать в стихах, от того, как ты напишешь. Кстати, в стихах можно многое передать, ну вот для того, чтобы, например, написать прозу, описать вот сегодняшний день, погоду, да, это один способ. А в стихах 4 строчки, и все понятно. И все будет. И вы знаете, что интересно, стих, он имеет несколько действительно уровней осознания, уровней понимания, и несколько измерений бывает так, стихотворение, и даже его при первом прочтении ты не сразу порой понимаешь, вот настоящие поэты действительно великие, вот наши классики, там, золотого и серебряного века, их можно понять только там с 3-го, с 4-го бывает. Это да, это да. Это действительно, но мы не будем... Хорошо, да, у нас сейчас, к сожалению, не так много времени, давайте мы все-таки вернемся к этому изданию. Да, журнал, смотрите, журнал очень... Что там публикуется? Мы публикуем в нашем журнале «Поэзия лучших поэтов Московской области», и не только Московской области. Сколько сейчас поэтов Московской области? Вы ведете какой-то счет? Вообще, конечно, Московская областная писательская организация, мы же официальная организация, общественная, нет у нас ни собственности, ничего, но у нас есть члены организации, учет которых мы ведем, и которые платят нам небольшие в год, там, 500 рублей, членский износ. На них и существует организация, я сразу скажу злым языкам, мы не получаем зарплаты, вся наша деятельность... Ну, сколько поэтов? У нас сейчас около 700 членов организации в Московской области на учете состоит, официально имеют билеты, платят членские взносы. Андрей тоже состоит, и тоже платит членские взносы. Ну, я русский писатель. Он немножко... Он в параллельной организации стоит, но я думаю, он к нам придет обязательно, потому что он уже начал с нами работать. Я хочу сказать, вот этот журнал здесь очень... Я почему его взял? Здесь на обложке... Это второй номер прошлого года. Здесь Лев Константинович Котюков. Он первый председатель Московской областной организации записателей России. Он ее фактически основал. Он мой учитель. И вот когда он скончался в прошлом году, мы весь номер журнала посвятили именно его памяти. Сейчас мы учредили Московскую областную премию имени Лева Константинович Котюкова. Вот. То есть у нас интересная такая жизнь. Хорошо. Давайте мы сделаем так. Я попрошу вас в финале. Каждый из вас еще прочтет по одному стихотворению. А так как времени у нас совсем мало, я хотел бы Андрею традиционный вопрос адресовать. У нас как страничка анонс ближайших выступлений. Где, чего будет происходить? Вперед. Первого. Первого. Дорогие мои друзья. Первого июля. Ля. Ля. Да. Субботу. На шоссейной 8 у Евгения Силкина будет грандиозное мероприятие. Волшебная, талантливая Елена Толенника. В честь ее дня рождения и в честь ее презентации сборника будет концерт. То есть ее выступления будут правильно разложены в концертную программу, где будут авторские вещи, вокалисты, кого только не будет. И поэты, и вокалисты. Сергей Сергеевич тоже придет, кстати. Вот он и гоща. Если форс-мажоров не будет, конечно же. Как он метеорит, да. Что еще? Что еще? Сегодня такая погода. Вот. И после этого, после этого точно так же мы плавно уже переходим на июль. Ну там будем выбирать дни. То есть несмотря на лето, мероприятий будет много. Да, много-много мероприятий именно в формате концертов. Поговорю с руководством Есенинской библиотеки, чтобы точно так же там собрать вот такую вот концертную программку. И по стандарту каждая крайняя неделя это концерт у Евгения Силкина в субботу именно концерт для новых членов, для новых форматов. Именно концертная программа. Хорошо. Ну вот, время пришло стихов. Давайте мы, наверное, начнем с вас, Сергей Сергеевич. Еще одно стихотворение, которое подарим нашим телезрителям. А Андрей по традиции завершит наш стихотворный разговор сегодняшний. Хорошо. Да, давайте. Значит, я еще одно стихотворение. Я короткое стихотворение прочитаю, длинное, скажу сразу. Я не люблю. Мне кажется, что задача поэта и умение, когда он в короткой форме, выражает как можно больше. Это действительно настоящее искусство, как я думаю. Вот. Поэтому я прочитаю небольшое стихотворение, которое тоже, опять же, я сам себе, наверное, читаю, в мыслях прокручиваю, когда вот трудная ситуация, когда устал, когда вот столько всего. Ну давайте сейчас подарим этот способ. Итак, да, вот способ. Дорогие телезрители, вот вам еще одно стихотворение, которое, ну, может, немножко вам как-то поможет, утешит в тяжелой ситуации. Называется верный ангел. Не сердись, мой верный ангел, я немножечко устал. То бои кругом без правил, то какой-то карнавал. Отдохну и с новой силой ринусь завтра в смертный бой. Лишь прошу тебя, мой милый, ты почаще будь со мной. Отлично. Вот такая, прям вечерняя молитва, я бы так сказал. Да, что-то есть перед сном. А стихи есть молитва, да, по сути. Да. Так, Андрей. Ну, вопрос сразу. Понаглее стих или полиричнее? Мне кажется, полиричнее, чтобы завершить финал. Ну, завершить надо на чем-то, да, финал должен быть яркий, красивый. Апофеоз. Стильный. Так, ну все. Поехали. Стиль про любовь. Отлично. Так, дорогие мои прекрасные феи, развешиваем ушки ваши для лирического стиха. Капли солнца. Наверное, это все-таки случилось. Наверное, стало плохо с головой. Но это у меня как раньше получилось. Как будто в первый раз увиделся с тобой. Я ползал, капли солнца собирая среди окурков, обжигаясь на полу на ощупь, стиснув зубы, не вставая, боясь, что в этом мраке утонул. Как слезы мои пальцы раскалялись, дыхание замирало, и душа, и бесы жутко надо мной смеялись, как тями рядом в темноте шурша. Я ползал, капли солнца собирая, рассыпанные из прожитого дня. Я должен их тебе отдать, родная. Я это делал только для тебя. Вот. Важно. Для тебя или для вас мы делали нашу сегодняшнюю программу. Николай, спасибо огромное. Спасибо. Давайте еще раз представим. Андрей Бабин, представитель клуба городских поэтов Старый Кот, член российского союза писателей, член экспертного совета фонда Оксаны Федоровой по поэзии, начальник отдела по организации концертных программ Московской областной организации Союза писателей России, а председателем этой организации и гостем параллельно нашей сегодняшней программы также был еще и Сергей Сергеевич Антипов. Большое вам спасибо. Спасибо. Новых вам творческих успехов, новых вам зрителей, а всем нам новых поэтов и писателей, чтобы организация росла. Будем их взращивать. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова